Традиционно 7 января православные христиане отмечают один из самых важных праздников Рождества Христова. Для них это второе по значимости событие после Пасхи. В честь данного праздника воспитанники воскресной школы подготовили небольшое рождественское мероприятие, где постарались рассказать историю праздника. Мы празднуем рождение снова. Младенца нашего, Христа, везде такая красота. Ликует все, душа, природа и хвалят Бога все народы. И звезды льют прекрасный свет, небесной радостью привет. С праздником с Рождеством Христовым! Юные дарования продемонстрировали свои театральные способности в рождественской сценке, спели песни и прочитали тематические стихи. Отметим, что величайший праздник относится к двунадесятым. Установлен он в память о рождении Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии. Известно, что Иисус появился на свет в Вифлееме, куда Дева Мария и ее муж Иосиф прибыли для переписи населения. Для нас, для всех, для верующих христиан, это значимый день, потому что это воплощение Бога и надежда на спасение. Господь приходит в этот мир для того, чтобы сделать его лучше, для того, чтобы упразднить всякую вражду в этом мире. Мы все нуждаемся в том, чтобы вражда прекратилась, чтобы люди обратились к Богу, вспомнили о Его заповедях. По словам настоятеля храма Казанской иконы Божьей Матери города Каспийска, в этот день Господь в обличии младенца спускается с небес к людям, показывая, что пришел Он в этот мир не для того, чтобы его завоевать и покорить, а на своем примере научить людей смирению, служению и бесконечной любви. Мы должны научиться любить друг друга, всех людей, без ограничений, без различий, потому что все мы разные, разные культуры, разных национальностей, вероисповеданий, но нам нужно научиться жить в любви, потому что это будет самый большой подарок Богу от нас. Мы должны ответить Ему на Его любовь к нам, потому что Он нас любит безгранично, Он все сделал для нас, дал нам жизнь, мир этот создал для нас. Празднование начинается еще накануне в рождественский сочельник, вечером 6 января. Семьи собираются за праздничным столом, который обязательно должен быть украшен белоснежной скатертью, а дом – елками и еловыми ветками. Также в этот священный день всем православным запрещено носить черные цвета, потому что радостное событие не терпит темных тонов. Кроме того, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери города Каспийска и романах Иоанн рассказал о важных традициях для православных в этот день. Сейчас наступают святки от Рождества до Крещения, это святые дни, святки мы их называем. Необходимо провести в добродетелях, навестить больных, может быть, одиноких людей, людей, которые нуждаются в заботе, внимании, в помощи, оказать им это внимание и поддержку. Ну и, конечно же, мы навещаем друг друга, поздравляем, дарим подарки, прославляем Христа. Стоит подчеркнуть, что в честь священного праздника в храме проходили рождественские богослужения, где собрались православные христиане Каспийска. Продолжение следует...